Сотни писем от Кировча на почту губернатора области. Первый и официальный выговор администрации города за нехозяйственные отношения к работе и дополнительные проверки прокуратуры. Сегодня в правительстве прошло первое заседание в новом году. Много говорили, а также озвучили новые решения по поводу двух коммунальных проблем, которые случились в первые дни нового года. Аварии на Кировской ТЭЦ и мусорным разборком. Ксения Зиновьева продолжит. Терпеть впредь такие вещи, я думаю, не будет ни город, ни правительство опасное. Проблему с вывозом мусора, которая неожиданно появилась в первые дни этого года, сегодня обсуждали отдельным пунктом. Конфликт управляющей компанией и подрядчика, из-за которого десятки дворов оказались завалены мусором, теперь уже и на личном контроле губернатора. Еще раз дополнительно я попросил прокуратуру разобраться с этим. Знаю, что заявления соответствующие направлены, мне кажется, это должно стать предметом такого вот абсолютно пристального внимания к исполнению управляющим компанией своих обязанностей. Из-за проверок, которые начались после того, как о мусорной войне в Кирове узнала вся страна, у правительства появились вопросы к администрации города. Таких вещей допускать нельзя. Можно по-хозяйски подходить, так сказать, к городу. Досталось и проверяющим органам. Управляющая компания только за вывоз мусора смогла накопить 24 миллиона рублей. При этом жители почти стопроцентно оплачивали квитанции. Нам иногда делают, мы провели 4000 проверок. И что? Вот в результате этих 4000 проверок этой управляющей компании не было видно о том, что вырос такой долг. А я уже не говорю о миллиардных долгах перед энергетиком. Миллиардные долги. Внутренние разборки управляющей компанией Октябрьского района и САХ обернутся не только проверками абсолютно всех обслуживающих организаций. Администрации города, пожалуй, впервые за время работы нового правительства официально и публично сделали выговор. Администрации города Кирова сделано замечание и дано поручение о разработке и выполнении комплекса мероприятий, направленных на недопустимость в дальнейшем повторения таких или аналогичных ситуаций. Также поручено взять на постоянный контроль вывоз накопленного мусора и ликвидацию несанкционированных свалок. Сколько? Показывай. 16,3. Сейчас потеплее, чем было-то. А тогда это-то холодно было? Конечно. Мы по тремя балловиц спали. Замеры температуры в квартирах замерзающих кировчан, рейды специалистов КТК со специальными приборами и тоже проверки прокуратуры и жилинспекции. Последствия еще одного январского коммунального ЧП аварий на ТЭЦ сегодня обсуждали меньше и не так эмоционально. Нареканий достаточно много и мне на почту приходит большое количество сообщений о том, что температура в домах, особенно в угловых квартирах, в районах области, не соответствует ожиданиям людей. Сейчас управляющим компаниям дано указание сделать перерасчет за отопление. Проблемные дома и даже соцобъекты еще есть. Но оказалось, по сравнению с районами области, в которых из-за морозов тоже произошло несколько серьезных коммунальных аварий, Киров пережил экстремальную температуру со своими изношенными трубами еще неплохо. Например, поселок Рудничный замерзал не меньше. И это при новой котельной за 600 миллионов рублей. Уважаемый облкоммунсервис покупает не тот вид топлива, на который деньги тратит, а совсем другой. Я уж опять, используя непарламентские выражения, топит эту котельную кизиками, которую находят там неизвестно где. Вот с этим надо разобраться. После коммунального коллапса, который случился в Кирове в первые дни Нового года, это и авария на ТЭЦ, и мусорный конфликт сегодня в правительстве. Еще раз попросили все органы подключиться к проверке управляющих компаний. Ее уже начала прокуратура, гужелинспекция, Роспотребнадзор и следственные органы. Сегодня еще раз прозвучала мысль о том, что в ближайшее время одна из самых крупных управляющих компаний города может лишиться лицензии. Ксения Зиновьева, Иван Деров, информационный канал Город.